Российская армия не прекращает обстреливать Херсон. Позиции войск противника всего в нескольких километрах от города, на левом берегу Днепра. И каждый день и ночь они проводят атаки из временно оккупированных населённых пунктов. Днепровский район Херсона примыкает к реке. В результате одного из последних обстрелов в ночь на 19 апреля от ствольной артиллерии пострадали жилые кварталы, пострадали многоэтажные дома и частный сектор. Один из снарядов попал в жилой дом. Часть здания разрушена, крыша полностью сгорела. 12 часов ночи. Лестница. На момент обстрела Владимир находился в спальне. Мужчину засыпало стеклом. Чудом удалось избежать серьёзных ранений. Основной удар пришёлся по соседней комнате. Свет есть, да? И всё это сама. А вот этой комнате нет. Ликвидировать последствия атаки местным жителям помогают волонтёры. Крышу сейчас сделаем, консервацию. И здесь будем делать, тоже консервировать. Потому что там всё сгорело, поменяем доски, балки. Накроем. Вы сами в Херсоне живёте? Да, в Херсоне. Ну, сами с Восточного у нас каждый день там прилёты. Так же тут редче в городе, а на Восточном там весело. С Херсона не думали выезжать? Нет. У меня здесь мать больная, куда я её брошу? Дети выехали, жена выехала. Остаётесь, помогаете? Да. Ну, а куда? Это наш город. Куда мы отсюда поедем? Несмотря на ежедневные атаки, в Херсоне кипит жизнь. Оживлённые улицы. Работают кафе и магазины. Херсонцы уже давно привыкли к реалиям прифронтового города. Катя заезжала. Вот нам передали вкусняшки. Спасибо, Катя. Так что вот передаю тебе к чаю. Не-не, во вторник придёшь ко мне с этой коробкой и сразу отпраздную мой день рождения. Утром встал, ты слава Богу. Утром встал, слава Богу. Мы живы, здоровы. Новости, конечно, страшно смотреть. Но езжать не собираемся. Мы всю оккупацию были на месте. Я вообще херсонка здесь родилась и здесь живу. В 2022 году Херсон 9 месяцев находился под российской оккупацией. Местные, все как один говорят, тогда было гораздо страшнее, чем сейчас, под постоянным огнём. Это наоборот страшнейший. Тогда было страшно на улицу выйти. Вот пять минут разговаривал со знакомой, а потом узнаёшь, что она пропала. Не можешь ни дозвониться, ничего. И потом её мёртвой в посадке нашли. Это намного страшнее, чем сейчас. В результате обстрелов с начала 2024 года на правобережной части области погибло почти 70 человек. Ещё около трёх сотен получили ранения. Окупанты продолжают терроризировать деоккупированный город.